Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно пересадить маранту. Причина, по которой многочисленные разновидности маранты стали интересны любителям комнатных растений, очевидна. Это крупная ярко окрашенная листва, в течение всего года украшающее помещение, где содержится цветок. Размножение маранта в домашних условиях проводится вегетативными способами. Это позволяет быстро получить молодые растения, а регулярная пересадка помогает омолодить взрослые экземпляры и дать культуре новые силы для роста. Грунт для пересадки маранты. На родине, в лесистых тропических районах американского континента, маранта обитает во влажном, тенистом подлеске. Почва южных широколиственных лесов богата перегноем, насыщена влагой и прекрасно проницаема для воздуха. Чтобы в доме тропическая костья не чувствовала себя ущемленной, ей стараются создать близкие к природным условиям. Это в полной мере касается и подбора субстрата. Для пересадки маранты и высадки молодых укорененных растений можно использовать готовый грунт для марантовых, дополнительно добавив в него измельченный древесный уголь. Это структурирует почву и снизит риск развития патогенной флоры. Если приобрести такой субстрат не получается, его легко смешать в домашних условиях. В качестве компонентов почвенной смеси в равных долях берут промытый песок, дерновый и садовый грунт. Сюда же полезно добавить раскрошенный уголь, мох с вагнум и перегной. Получившаяся субстанция, используемая для пересадки маранты в домашних условиях, должна легко пропускать влагу и воздух, долго сохранять рыхлость и обеспечивать растению из тропиков все потребности в питательных веществах. Особенности пересадки маранты в домашних условиях. Пересадка маранты проводится в весенние дни. Экземпляры до 3-4 лет лучше переваливать в горшок большего объема ежегодно. Корневую систему, если на ней нет паразитов или признаков болезни, тревожить не стоит. Но когда при осмотре обнаруживается гниль, сухие участки или присутствие почвенных вредителей, медлить нельзя. Все проблемные корни удаляют чистым острым ножом. Срезы обрабатывают угольным порошком. Маранту пересаживают в новый дезинфицированный субстрат, предварительно сделав на дне горшка широкий дренажный слой для стока лишней влаги. Это оздоровит и подстегнет растение к росту, но на первое время коршок с марантой лучше поставить в тепличку. При постоянной температуре и повышенной влажности воздуха растение быстрее акклиматизируется. Но как пересадить маранту, если она давно живет в квартире? Взрослые растения нуждаются в пересадке, когда их корни полностью освоят отделенный объем грунта. В среднем процедуру проводят раз в 2-3 года, используя пересадку для профилактического осмотра состояния растения и получения саженцев для размножения маранты с помощью деления разрушившихся куста. Но об этом и других способах размножения маранты мы с вами поговорим в наших следующих видео. А сегодня уже закончим. Если вы хотите поделиться с нами своим личным опытом или же задать вопрос, то пишите все это в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы будете знать все нюансы и секреты выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! До следующих встреч!